здравствуйте друзья мы с вами видим гаррика прораба который блистал у нас на канале ранее и мы снова с вами на клубничной овощной американской грядке потому что гарик приехал нас навестить санта-круз и вдохновился идеей сбора ягод а может быть мы и овощную грядку может мы фруктовую прочистим да значит вот в руках у гариков баночки мы на этот раз пришли более подготовлено с собой есть вода вот вода и значит на грядке мы не будем есть пыльного малина друзья это малина вот она только-только отцвела завязи мы видим на малинке на самом деле ягоды тоже есть я вижу там немножко но есть есть вот ягодки есть вы видите есть гарик утверждает что это нас турции кайера турции да ты что ой 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 так а я а это что это они мне кажется рассаду здесь сделать рассаду делал сам не ведь нужно найти хрен это календула ухты а ты знаешь я делаю из хрена из форс-редиша до водку настаиваю да гарик у нас большой садовод друзья если кто-то не знает и мне нужно посадить хрен вы можете поискать у нас на канале там гаррика прораб он рассказывает он рыбку коптит икру добывает из-за сетра то есть он такой близкий к народу человек от сахи пацан но ты коммунизм-то строил не достроил правильно мы друзья глядя на этот куст с гариком думали что бы это могло быть после чего гарик оторвал листочек потер его и вот унюхал оказалось что это мята на самом деле вот мы друзья на грядке я даже предлагаю назвать эту грядку русская грядка потому что скажет почему русская грядка здесь русские прошли только лет прожил на свете никогда клубник не собирал а как же но кушал хотя вышел ты я кушал но не собирал у вас не было дачи под москвой у нас не было удачи под москвой так потому как папа боялся что его могут загрести он работал строителем да ну да для вас дача это место искать это фактически как малина на которой могли замести застукать поэтому от соблазна от соблазна держался молодец прямо вот хочется сказать семейный бизнес смотрите прям семейство такое очень удобно когда на такой высокой грядке она вниз свисает сильно отличается того как бы в детстве собирали тем из вас друзья кто увлекается сельскохозяйственными технологиями я могу показать вот зеленая труба с моей стороны это вода поступает и дальше она видите вот так вот расходится вот крантиками такими я друзья хотел показать вам такую перспективу может быть с низкого старта вот как поле смотрится на нем много-много ягодок вот так когда присядешь немножко так вот раз и все в ягодках в ягодках в ягодках ягодках youtube i believe we have a dozen youtube listed in the in the youtube site at homeless garden project homeless garden project my youtube is called sharing life sharing life and that will describe how we use horticultural therapy to take homeless people off the street and out of the shelters and give them a good health and get them stronger to eat healthy food to do healthy work in the organic garden so are you getting any subsidies of funds from outside or it is self-sufficient we are only self-sufficient at about one-third or thirty percent of our budget we have personal donations corporate donations and foundations for our income and a lot of our income is in our store at our downtown store on cooper street okay is our biggest source of it okay thank you very much значит друзья мы поспрашивали как как функционирует все это хозяйство значит это non-profit это общественная организация и у них работает пятнадцать человек которые бездомные холмлэс они и вот а вот написано холмлэс гарден прочит они здесь приобретают навыки какие-то они получают деньги им деньги платят за работу и они перебираются из шелтеров и с улицы перебираются в нормальные места начинают жить как нормальные люди идут учиться и так далее вот их субсидирует и государство тоже дает деньги и всякие фонды и они не не профитные они они живут как бы на дотацию то есть вот все это хозяйство поддерживается чтобы ребята могли как-то вот вернуться к жизни вот пришла девочка она спрашивает я хочу быть волонтером как мне помогать вот там людям он ей объясняет вот пойдешь туда пойдешь сюда вот такая ферма я теперь я теперь понимаю почему здесь хлеб бесплатный дают это для тех людей которые фактически здесь работают чтобы они могли для русских эмигрантов ты мне машину не откроешь я положу все открою она открыта да а зачем тебе картинка то пошли собирать овощи вот видите друзья здесь говорит что красный русский в кавычках значит кейл и капустка они тут перемешаны на одной грядочке вот смотрите вот этот он не такой уже и красный этот кейл сейчас уже тут как-то я бы сказал даже с зеленцой а это друзья чарт помните я вчера говорил что есть две самые полезные травки значит кейл и чарт вот это чарт чарт похож чисто внешне на свекольные листья когда вы магазине его увидите но единственное что у него разноцветные стебелечки на у цвета сзади подсказывают рейнгу чарт то есть он бывает и оранжевые красненькие синенькие зелененькие стебелечки бывают самых разных цветов и вы можете пойти на фармерс маркет да и там чего-то прикупить а можете прийти прямо сюда и по времени удобнее и примерно по тем же ценам сами себе наберете в этом есть какой-то смысл безусловно друзья это морковь я надеюсь что вы все знаете как растет морковь чисто внешне у меня впечатление такое что она еще очень маленькая вряд ли там она бы вытаскивали большую до света правильно вот хотя я хочу сказать что ирина каким-то чутьем хозяйки и на покажи если вы друзья выросли в питере я кроме морковки ничего не растет я но я утрирую да 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 а миша говорит морковки не найдешь смотри какие толстые не то слово не тоже друзья по латыни васильки это сантариус сианус а мы знаем что вы свеки я это у и да baby breath детское дыхание я в город и хоть знаешь это может медицинское значение какой то есть не могу сказать что нет не в курсе но не могу сказать что знаю какой можете этот букет нарывать хотите букет друзья это называется фава фава бинс бобы друзья это вот фава бинс молоденький я его немножко сейчас у вас на глазах так сполоснул значит молоденький фава бинс кушают прямо целиком не вынимая ничего там внутри очень много такого как вата абсолютно съедобно но не то чтобы можно забалдеть откуса я бы лучше зернышки ел с большой чем стричок из маленький я думаю что как скотина которую кормят чем-то силосом каким-то это силос вы видите друзья серкал здесь у них много-много разных трав и вот этот вот который у гарика в носу называется нюхает гарик называет они кончат наших ароматерапии дай дай понюхать тоже это и всем понюхать и света нюхни хорошо пахнет подушку такая ароматерапии чтоб я так жил она прямо из грядки в магазине уже такого не купишь да да они водку можно стоять это сохранит его для человечества мари и иконка крестьянка моя фига сейчас мы посмотрим вот но а вот это что-то какая дикая вещь он нам пошел экскурсию давать там может но я смелла я вам я манья минус с розмарин Гарик, чинюха и розмарин Представляешь, баранинку запечь с розмарином Это белый сейдж, это для дрыжки и буржки Для пирожки пирожки Я не знаю, как это по-русски назвать, Гарик, но это можно обалдеть Сейдж, это сейдж, называется трава сейдж Ну что, по-русски, что ли, сейдж? Ну, не знаю, здесь в приправках она продается Да, запах невероятный какой-то Это кулинарный сейдж, это сейдж для приготовления Окей, это тоже сейдж Понюхай, да, понюхай Первый сейдж был для чего? Это был для буржки, дрыжки и буржки То есть вот этот вот, вот этот высушивают и поджигают для аромата А вот этот уже для еды, то, что Света говорил Сейдж, сейдж, сейдж Смелуй его, смелуй его, это сейдж Это сейдж Да, это точно, что я делаю И этот вот сейдж Сейдж Окей Я нужна буржки Сейдж 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 Это сейдж Это сейдж 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 Усей, очень вкусный Парфюминг с баранинкой Это операция, друзья Функционирует круглый год У них нет перерывов никаких Они круглый год в операциях Круглый год у них вот такие дела Мне нравится, что мужик разговорчивый и любит рассказывать Нормальный фермер, он бы не стал, он занят А это у него ретармент такой Прожилки белые А это красный русский Большевики и белогвардейцы Это же самое Большевик русский Байло русский Да, пошутил Киполит, корректный юмор, конечно Это итальянский Тоскано Или мы называем это динозавр 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 Тоже не политкорректно, что итальянцы динозавры Смотри, он похож на хвост Видишь? На хвост Динозавра Я не видел динозавров Я даже маленький был Я думаю, что это называют динозавр Кейл А, это для детишек Дети любят слово динозавр И кушают лучше Да Это тоже кейл Мама родная Ничего себе кейл Это кейл? Это кейл? Это кейл Кейл Это кейл Это кейл Это очень вкусный суп Непрошенный Суп Суп И саус И ты это Можно спросить Какой год Вы? 65 Так, так как вы близко к ритарминской области? Я ритарминский Я ритарминский Так, так как это твой ритарминский фан? Это мой ритарминский Да, это не мой ритарминский Я просто работаю для жилья Проекта Так, так как мы 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 Да Только Коп которые тут насчитываются в теории в каунте значит только 300 реально ходит и получают помощь там в шелтерах или где-то остальные просто хотят чтобы оставили в покое и все еще не лезли в их жизнь и как правило он говорит что это после стрессов каких-то это бывают разводы банкротства еще что-то и человек полностью слетает с катушек и просто хочешь его оставили в покое вообще изолируется от общества да вот такая проблема ну что же корзинка у тебя очень живописная ты хоть сама знаешь что взяла знаю я взяла кейл кейл вот-вот он кейл разный нет это чарт это вот это кейл вот это кейл ароматические травки все возможные это ароматические травки морской как пахнет я вот здесь стою ветер с моей стороны на тебя идет я чувствую за ароматы вот эти все потрясающе там еще это что петрушку ты тут здоровенную от мотой ботва а что ж ты не отдерешь и не оставишь прямо тут я терусь сейчас там где ему где можно я хочу на грядке грязь за собой земля арендована значит он союзная наемный работник крем он 59 лет вышел на пенсию 65 сейчас 65 уже на ретарменте он просто здесь балдеет живет он вот в этом в доме вот напротив это просто квартирные апартаменты там живет на третьем этаже и присматривает за полем более не охраняется он говорит что у него есть какой-то потайта канон картофельной пушкой но он специально так делал на чтобы люди могли прийти покушать что-то такое там помыться помыться у них тут есть место где помыться можно да 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 вот там вот с той стороны это сделано чтобы бездомные люди были хоть как-то минимально присмотрены без того чтобы кто-то напрягал интересное место но если они до сих пор веганством и сыроедением даме но я думаю чтобы и мясо дали степотом они вот мясо там друзья айтуши там больше чем одно яйцо я вижу вот одно яйцо еще одно два яйца тут стоят лимончики вот не тут прилавка значит им приносит всякие донейшнс то есть как бы пожертвования вот кто-то и принес своих лимонов они вы за это дали клубнички вот такая веселая жизни вот как сказал дедушка у кого-нибудь 65 лет он говорит здесь проходит мой ретармен вот в этом кресле так как бы пенсия